Добрый день! В эфире программа «Интервью». У микрофона сегодня работает Светлана Занько и передо мной руководитель отдела продаж в России, на Украине и СНГ, компанией Oshets Energy and Environment, Марина Ипатова-Арент. Марина, добрый день! Добрый день! Нам очень повезло, что мы записываем вас. А записываем мы 17 числа в четверг, накануне большой встречи профессионального сообщества и общественности со специалистами, которые работают в сфере мусоросжигания, мусоропереработки и мусоросортировки. 18 числа в пятницу это мероприятие большое по инициативе Росрао на площадке ВУЗа как раз состоится. Ну, а программа наша выходит вот сейчас в понедельник, и Марина дает нам интервью эксклюзивное практически. Нам очень интересно, конечно, рассмотреть опыт компании, которой вы, Марина, представляете, потому что как раз нам было заявлено представителями Росрао, что немецкие технологии по переработке мусора в первую очередь рассматриваются как технологии, которые будут применяться у нас на заводе в Мирном, в Мрадыковский объект. И поэтому очень хочется познакомиться, собственно, с самой компанией, какой продукт она выпускает, какую историю она имеет и как она работает с возражениями, потому что вот мы до эфира уже с вами поговорили, вы сказали, что, конечно, общественность всегда на стороже. И на протяжении многих десятков лет, пока эта отрасль в Европе формировалась, а, насколько я помню, она с конца 60-х годов активно развивалась, формировалась, на протяжении всех этих лет всегда задаются, конечно, вопросы. Понятно, что 60-х лет развития отрасли в Европе, это не то, что у нас сейчас в России происходит, потому что мы только-только приступили к формированию этой отрасли, зато мы можем использовать полезный и передовой опыт, который уже существует и дает свои результаты. Ну вот у меня такая вводная и задача, которую я ставлю перед сегодняшним эфиром, и то, о чем мне бы хотелось, чтобы вы рассказали нашим слушателям. Итак, мне сказали, что ваше предприятие рассматривается как поставщик вот как раз печей для мусоросжигания. Это так? Мы будем поставлять не только печь, но и полностью технологическую линию, которую будет включать в себя котел-утилизатор и очень большой компонент, очень важный, это газоочистное пылеулавливающее оборудование. Таким образом мы будем обеспечивать не только надежность сгорания и уничтожения всех отходов, но также заниматься выработкой электро- или теплоэнергии, но и обеспечивать безопасность с точки зрения экологических аспектов. Какого рода печь? Ну просто я должна сказать, что я ездила в Вену на большую такую экспедицию, которую организовывала Росрау. Как раз мы были на двух мусороперерабатывающих заводах. Один из них в черте Вены перерабатывает 500 тысяч отходов в год. Из них 110 тысяч отходов первого и второго класса опасности, это как раз того рода отходы, которые будут у нас мирно перерабатываться. И печи у них отличаются в зависимости от как раз уровня опасности отходов. Опасные отходы перерабатывают более мощные печи, которых не так много на заводах, то есть не каждый завод ее может себе позволить. В Вене, например, только этот завод, а их там 12 на территории Вены, мусороперерабатывающих заводов, только этот завод имеет такие мощные печи, которые перерабатывают отходы первого и второго класса опасности. Ваша печка перерабатывает такие отходы? Да, наша печь будет перерабатывать такие отходы. Действительно, есть технологические отличия. Перерабатываем ли мы, уничтожаем ли мы отходы ТБО или мы уничтожаем отходы вредные и опасные, первый и второй класс. Это связано с тем, что в нашем агрегате должно обеспечиваться более высокие температуры, то есть техническое оснащение оборудования будет другое. У нас будет абсолютно другая футировка, абсолютно другой тип как загрузки, так и тип сжигания. Это будет вращающаяся трубчатая печь. За счет ее вращения будет обеспечиваться необходимое количество времени, которое будет обрабатываться высокими температурами все вредные компоненты. То есть мы должны обеспечить расщепление всех и сжигание всех вредных компонентов, которые находятся в отходах. Плюс еще будет существовать камера дожига, которая будет все вредные летучие компоненты также расщеплять и обезвреживать. Скажите, пожалуйста, если уж мы заговорили о технологическом процессе, мы сейчас подробностей вдаваться не будем. В этом будут как раз разбираться активно специалисты на площадке ВИАТГУ, и я думаю, что они будут доносить в дальнейшем до населения, и прямые трансляции будут тоже. Все-таки вы поставляете только вот эту линию и не доводите ее до трубы, что называется, да, и вы не поставляете оборудование, которые там, фильтры, например, да, которые стоят на трубе на выходе. Нет, я сказала, что мы не заканчиваем печкой, мы поставляем котел-утилизатор и газоочистное пылеулавливающее оборудование. Это как раз то, что касается газоочистки, фильтра, фильтровальное оборудование. Это будет многостадийное фильтровальное оборудование, и в том числе мы будем поставлять и дымосос, и дымовую трубу, и полностью оснащение всех измерительных инструментов, которые будут измерять отходящие газы. Это будет делаться так же, как и в Вене, когда в интернете можно в любой момент зайти на страницу и увидеть уровень эмиссии, и эмиссии, которые будут достигаться на данном заводе. Онлайн, можно смотреть, и всех интересующихся я призываю зайти на страничку венских заводов любых, потому что там действительно в режиме онлайн транслируются эти показатели, и видно, как там меняется время и что там есть. То есть это практически полный цикл. Это полный цикл, да. Это полный цикл от загрузки до выхода. До выхода. Что в итоге у нас получается при переработке опасных отходов первого-второго класса опасности? У нас получается шлак, который в европейских странах идет на подсыпку дорог или полигонов. У нас также могут появиться соли в результате процессов газоочистного оборудования, которые, например, в Германии также используют для подсыпки дорог в зимнее время. И это очень интересно, потому что, насколько я знаю, в Австрии не применяют шлак для строительства и ремонта дорог, а в Германии вовсю это делают и используют в дорожном строительстве. Почему такая разница? Вот у меня вопрос до сих пор остался. Наверное, это связано с рыночной конъюнктурой. Все-таки в Австрии у нас больше гор есть, там есть где взять каменный материал, а в Германии все-таки гор чуть поменьше, и Германия все-таки чуть побольше, и автодорог у нее тоже чуть побольше. Столько шлака не хватит. Да, это практически вторичный ресурс. Это значит, что мы мусор оборачиваем и используем его как вторичное сырье. Да, да. Как вторичное сырье. На заводе, вообще заводу Ocean Energy and Environment 165 лет. Вот интересно, что делал завод 165 лет назад, если мусорная отрасль, мусороперерабатывающая появилась только 60 лет назад? Мы все 165 лет занимаемся утилизацией каких-либо отходящих потоков от основных отраслей промышленности, таких как черная металлургия, цветная металлургия. Это утилизация теплоотходящих газов после печных агрегатов. В данной отрасли мы являемся передовыми производителями такого вида оборудования. Мы знаем практически все конвертора, все печи, которые были построены в цветной металлургии. Это высокосернистые отходящие газы, поэтому в вопросах, если будет высокая сера на данном заводе, мы тоже знаем, как с этим бороться. А этот вопрос точно будет, потому что как раз в Вене Тамара Яковлевна Шейхмена, наш профессор, химик и эколог, задавала этот вопрос. Мы занимаемся, у нас стоит такое оборудование на процессах плавки медной руды, где у нас процент загрязнения серы достигает 14% в отходящих газах. Мы также занимаемся оборудованием для химиков, где мы ведем утилизацию теплоотходящих газов, как после печи сжигания серы, фосфорных компонентов. Также мы делаем контактные аппараты в химической промышленности для производства азотной кислоты, включая также наше котельное оборудование. Мы занимаемся уничтожением отходов, особо вредных на химических предприятиях. Это, например, цианистые соединения, которые накапливаются в очень большом количестве в химических парках. И здесь мы перерабатываем не только жидкие твердые отходы, но перерабатываем в том числе и газообразные отходы в одном агрегате. Ну вот это, наверное, чем мы занимаемся. Отлично. У меня еще много к вам вопросов. Мы сейчас прервемся на полминуты. У нас перерыв и вернемся в эту студию. Продолжаем разговор. Это программа интервью в студии Марины Ипатова-Арент, руководителя отдела продаж в России на Украине и СНГ, компанией Ошетс Энерджи энд Энвайрмент. Марина нам рассказывает о том, какие технологии и какое оборудование предлагает компания для строительства мусороперерабатывающих заводов. И именно это оборудование и эти технологии на данный момент рассматривает компания Росрау в отношении тех объектов, которые возникнут, например, в Камбарке и в Марадыково. Мы пытаемся разобраться в этом вопросе, из чего состоит современный процесс переработки мусора, насколько он видоизменился за эти 60 лет. И здесь хотелось бы, конечно, обратить внимание, наверное, на то, какие вопросы задают люди вам, когда строятся подобные заводы в Германии, в Австрии и где угодно. Вот как раз насчет где угодно. Насколько широка география поставки вашего оборудования в мире? У нас действительно очень широкая география. Это не только европейские страны. Наши оборудования любят и ценят в азиатских странах. У нас очень много оборудования нами поставленного, в том числе по уничтожению вредных, опасных отходов в Китае. Практически 80% на металлургию нами тоже было поставлено оборудование в Китае. Это хороший заказчик. Это очень хороший заказчик. Это Австралия. Африка. То есть наше оборудование стоит в африканских странах. В Бразилии у нас здесь... По всему миру практически все континенты охвачены. Правильно ли я запомнила из поездки в Австрию, что отрасль начала развиваться в конце 60-х годов интенсивно? Да. Совершенно. Да. С 67-70-х годов она начала активно развиваться. И мы спрашивали у наших австрийских экспертов, которые во время поездки в Вену рассказывали нам о своих технологических процессах. А как, собственно говоря, люди реагируют на это? Потому что оба завода, где мы были, они находятся в городах. Первый завод стоит в горах, в маленьком городке. И дома подступают вплотную к корпусам, практически 100 метров от забора этого завода. И уже стоит дом. А завод имеет охранную территорию гораздо меньше, чем в России. Это принято. Да, устанавливать такие защитные зоны. И нам рассказывал директор, главный консультант этого завода, что завод выступает против того, чтобы строили дома. Но жители Бургамии страны принимают решение, пожалуйста, тебе строить такие дома. Второй завод в Вене. Я уже сказала, что там 12 мусоросжигающих заводов. Этот большой. И он все равно находится в черте города. Там большая промышленная зона. Мы тоже спрашивали, люди задают ли вопросы. Конечно, да. И постоянно контролируют. И большой такой прорыв в сознании уже окончательно произошел, наверное, в последние десятилетия. Но то, что происходит в Европе и в Америке сейчас, мы видим буквально во всех новостях. Когда за пластиковый стаканчик какого-нибудь Туск, например, или какого-нибудь Трампа ругают, что они не экологично себя ведут и прочее. У нас, конечно, мы еще только в начале совершенно этого процесса. Но, тем не менее, всегда ли вот сейчас даже отношение тех же немцев к мусоросжигающим заводам ровное? Или они задают вопросы? Ну да, начнем, наверное, от сегодняшней ситуации. За последние 15-20 лет я не видела, не слышала ни разу, живя в Германии, ни одного протеста. И если идет строительство завода где-то в какой-то общине, в каком-то регионе, то все-таки пытаются построить такой завод, которым бы могли гордиться. Так же, как жители Вены, как нам сказали, они гордятся тем, что у них есть такие экологически чистые заводы, которые стоят в центре Вены. Если вернуться в историю, то действительно при самом начале строительства заводов протесты были. Но было организовано это таким образом, что заводы многие строились без заборов. То есть каждый мог прийти, посмотреть, понюхать. Прямо во время строительства? Прямо во время эксплуатации. Чтобы любой житель, который жил рядом, он мог прийти в любой момент, в любое время, посмотреть, что там действительно все хорошо работает. Некоторые заводы один раз в месяц, один раз в неделю делали день открытых дверей, когда экскурсиями заходили. И население могло в любой момент посмотреть, задать любой вопрос и убедиться, что действительно заводы экологически чистые. Дискуссия была очень серьезная, конечно, в момент начала активного строительства этих заводов. Дискуссии были, но должен действовать какой-то здравый смысл. Если есть экологически хорошее оборудование, то оно экологически хорошее. И как бы на этом этим и выигрывали, что переубеждали, что технологии действительно сделаны на очень высоком уровне. Насколько серьезное и законодательство по переработке отходов и остатков, которые после переработки получаются в Германии? Где строже, в Австрии или в Германии? Вы побывали тоже в Вене и наверняка слышали. Вы знаете, наверное, законы примерно одинаковые. Есть ведь еще евростандарты. Да, есть евростандарт. С точки зрения экологии у нас могут стандарты, есть общий принятый европейский стандарт, а национальный стандарт, они могут отличаться, но только в сторону ужесточения. В Австрии намного, ну, чуть-чуть жестче стандарты по выбросам, чем в Германии. С точки зрения обращения с отходами, то плюс-минус примерно законодательство одинаковое. Но, как бы, каждый завод, он пытается воспитать своих заказчиков, воспитать тех, кто привозит им мусор. Это должно быть сделано правильно, то есть заявленный мусор должен быть доставлен в определенное время тем качеством, которое было заявлено предварительно. Если это не соответствует, то привозчик мусора платит штрафы. Вот это очень интересный вопрос. Как осуществляется приемка мусора на завод? Кто это все контролирует? И насколько высокие штрафы? Я сейчас не могу сказать, да, но, например, за несоответствие 0,5 PH по заявленным, где-то 280 евро за тонну могут попросить заплатить штрафы. То есть мусор примут, отход примут, но он будет переработан по более высокой цене. Ну, я надеюсь, что коллеги мои расскажут уже, рассказали уже в предыдущей программе о том, как принимается, но все равно пару слов скажу. Вот мы когда были на австрийском заводе, мусор, который привозят, он сразу же сначала подвергается визуальному осмотру, потом берутся пробы, тут же за полчаса делаются эти пробы и составляется меню переработки мусора. И если мусор заявленный отклоняется, то его тоже могут переработать, но цену, соответственно, рассчитывают по-другому, и заказчику сразу же ее предлагают. Для меня это было удивительно, я просто не знала, что существует такой способ, и на всех этапах потом тоже, естественно, контролируется, как это все перерабатывается. Очень важный вопрос со шлаком, который образуется после переработки мусора. Мы его видели, этот шлак, он похож на глину такую плотную, коричневую глину. И мы уже сказали, что в Германии этот шлак используется для строительства дорог, но также вывозится, вот в Австрии вывозится на полигоны. Я не знаю, знаете ли вы что-нибудь про полигоны, или только про оборудование, которое производит ваш завод, но и полигоны эти тоже находятся буквально в пригородах Вены, например, мы их тоже видели. Правда, они не похожи на наши полигоны, потому что они тут же озеленяются, когда достигают своего определенного уровня, и следующая уже партия закладывается. Да, действительно, шлак могут вывести на полигон в качестве пересыпки между слоями, вместо того, чтобы использовать для этого песок. Но к полигонам, которые существуют в Европе, предъявляются очень жесткие требования к его строительству, к техническим и технологическим параметрам. То есть это те полигоны, где в сточные воды уже не уходит ничего. Еще раз хочу вернуться к печке, потому что я тут для себя записала, но еще не спросила у вас. Вот мы заговорили о том, что эти печи, которые вы поставляете, и все технологические линии, они предназначены для переработки отходов первого и второго класса опасности, то есть высокого класса опасности. Но ведь мы видели такие печи в Австрии, и надо сказать, что австрийские заводы используют немецкие линии. И эти печи, нам сказали, способны перерабатывать, по сути, любые виды отходов, кроме радиоактивных отходов, их вообще не принимают. Так? Да, это так. Но здесь также имеет смысл сказать, что можно переработать практически все, но есть ли в этом экономический смысл? ТБО в такие печки не шихтуют. Почему? Потому что это очень дорого. То есть печь, которая предназначена для таких опасных отходов, затраты на эту переработку гораздо выше. И поэтому, опять же, на таких комплексных заводах стоят разные печи, которые позволяют перерабатывать. Как правило, да, это комплекс, где перерабатывают ТБО и вредные и опасные отходы. А как вот мировая практика выглядит по строительству таких заводов? Вот у меня такой возник вопрос, Феяне. Почему тогда у нас не строят, например, это мой вопрос, я сейчас вам не задаю его, почему это надо спрашивать у нашего правительства, которое так решает. Почему тогда у нас на этих заводах перерабатывающих тоже не строят сразу комплекс? Потому что проблема с ТБО у нас, безусловно, существует. И ответ, наверное, простой. Почему строят комплекс в Австрии и Вене? Потому что это экономически выгоднее, да? В одном месте собирать разные отходы. В одном месте, да. Можно использовать одну и ту же инфраструктуру. Можно использовать один и тот же источник, куда будет поставляться сгенерированный источник энергии. Это тепло или электричество. Это обслуживание оборудования одним и тем же штатным сотрудникам и персоналом. Наличие складских помещений и так далее. То есть это действительно связано, наверное, с различными системами управления отходами ТБО. Но и экономия ресурсов одновременно получается. Эти вопросы, конечно, мы будем задавать в дальнейшем тем, кто нашу мусорную реформу конструирует сейчас. Насчет генерации энергии и тепла, которая происходит на заводах, которые мы видели в Вене, я так понимаю, что и в Германии, и на многих других заводах. У нас этот вопрос открытый, потому что у нас есть электроэнергия и тепло достаточно дешевое, которое подается большими государственными компаниями. И вот здесь, если посчитать экономику, то может быть невыгодно как раз оборачивать электроэнергию и тепло на заводе, который собирается строить в Мородыково. А скорее его куда-то, я не знаю, куда-то пускать. Для меня это тоже непонятная история. Планируется ли, разговаривали ли вы об этом с специалистами Росрау? Планируется ли оборачивать электроэнергию и тепло, которое вырабатывается в процессе переработки мусора на таких заводах здесь? На комплексах, которые рассматривает Росрау, будет не только наше оборудование стоять, будут еще дополнительно две технологические линии, которые также будут потреблять электричество. Им понадобится также тепло на горячую воду, на отопление цехов и так далее. Поэтому мы планируем, что как минимум то сгенерированное электричество и тепло, которое может сгенерировать наша установка, будет использоваться на внутренние нужды. Сколько будет уходить в сеть, это мы будем совместно рассчитывать, но мы планируем получение электричества и тепла. По экономике, да, это тепло у нас, или этот сгенерированный источник энергии, он будет золотой. Но и в Германии, и в Австрии, и в Европе то же самое. Просто основной источник дохода – это будет переработка мусора. Это тариф за переработку мусора. Возврат вот этой энергии, да, тепла, электроэнергии, для того, чтобы предприятия его использовали, несмотря на экономическую не очень большую, вообще невыгодную, да, вот такую ситуацию, в Германии и в Австрии кем стимулируется? Правительством? Как принимается решение возвращать эту энергию и использовать, если она экономически невыгодна? Принимается дополнительно повышенный тариф на выработанную энергию и также более высокие тарифы на переработку мусора. Потому что это действительно вредный и опасный мусор, его нельзя просто куда-то на полигон отвезти или как-то по-другому обезвредить. И люди это понимают, что тот отход, который образовала их промышленность, если он не будет утилизирован таким образом за определенную сумму денег, то он будет, кажется, где-то тогда, наверное, в речке, в лесу. И так далее. Это будет более большой ущерб для населения, для того же народа. А что, в Германии можно в лес вывезти какие-нибудь отходы? Нет. Расскажите, Пайра, это поподробнее, пожалуйста. Ну, начнем, наверное, с того, что лес все-таки в Германии и в Австрии частный. Вот. И, конечно, такие вопросы, они даже не рассматриваются, они даже не думают. А почему они не думают? Вот об этом мы поговорим после короткого перерыва. Возвращаемся в студию. И в студии сегодня работает Светлана Занько. И мою гостью зовут Марина Ипатова-Аронт. Она руководитель отдела продаж в России, на Украине и СНГ, компании Oshats Energy and Environment. И эта компания производит оборудование, целиком, полностью комплексные линии по переработке различного... Вообще много оборудований. Но нас интересует линия по переработке отходов, и, в частности, опасных отходов, потому что именно такой завод собираются строить у нас в поселке Мирном. Объект называется Мрадыковский. И пытаемся разобрать по косточкам, насколько это возможно прямо сейчас. Потому что, конечно, чем дальше ты копаешь эти вопросы, тем больше вопросов возникает. Очень важно, чтобы на эти вопросы отвечали специалисты. Остановились мы на опыте Германии по контролю за вывозом отходов с предприятий. И это, правда, тоже очень важно. И эти вопросы тоже общественники в Вене задавали. Потому что, а кто заставит, если будет высокий мусорный тариф на прием, на переработку на этом комбинате, а кто заставит предприятия не слить в речку какой-то свой отход скрыто, а привезти его на завод? Как это урегулировано в Германии? В Германии это урегулировано следующим образом, что есть возможность отслеживать, как образование отхода на конкретном предприятии. У предприятия есть своя мощность заданная, есть технологическая линия, и любой технолог может определить, сколько при данной технологической линии может образоваться отходов. И есть система отслеживания этих отходов. И если эта система отслеживания отходов не дойдет до точки, где отход обезвредится, это сделать можно с учетом сегодняшних наших информационных технологий. Очень просто. Отследить грузовик. То есть не зря у нас ГЛОНАСС устанавливали в России, насаживали. Отследить, где он остановился, где он сделал паузу, можно ли ему было сделать в этом месте паузу на какой-нибудь парковочной площадке рядом с автобаном. И отслеживается до входа в завод, который занимается переработкой и уничтожением этих отходов. Если при проверке, значит, нету этой, не прослеживается эта линия, эта цепочка, и предприятие не может доказать, что оно переработало этот отход, это, во-первых, штраф. Во-вторых, это большой ущерб для тех предприятий, которые работают с кодексом устойчивого развития. Для биржевых предприятий это грозит тем, что они просто могут покинуть биржу. Это очень большие деньги, поэтому, наверное, лучше предприятиям переработать, заплатить за это более высокие тарифы, чем вылететь с биржи. Да, кстати говоря, действительно, это был очень интересный момент для тех предприятий, в том числе и российских, которые на бирже присутствуют, причем на международных биржах, а у нас есть такие предприятия, и даже те, которые в Кировской области есть такие предприятия, для них будет очень важно показать, что они делают в России и как перерабатывать свои отходы. Я понимаю, что эта система, конечно, будет вводиться долго, кропотливо над ней будет работать, но напоминаю, что заводы первые, вот такие перерабатывающие, должны будут появиться в 2023 году. И каждый год документы будут вырабатываться до 2023 года и перерабатываться снова, да и потом, собственно говоря, ведь законодательство и в Германии, и по всей Европе, и в развитых странах, да и в странах третьего мира, оно каждый день, каждый год усовершенствуется, каждый год развивается, и все более и более ужесточаются и меры наказания, и тарифы, и нормы. Это правда. И здесь очень важно просто вникнуть с самого начала в этот процесс и понимать, как, собственно говоря, с установленными нормами работают все участники процесса. Вот как в Германии, чем грозит это для производителя, который не сдает свои отходы, это понятно. Как общественники контролируют, контролировали раньше, вы уже рассказали, а как они контролируют этот процесс сейчас, как работают мусороперерабатывающие предприятия или те же предприятия, промышленности, которые опасные отходы производят и должны сдавать, есть ли такой общественный контроль или возможность общественного контроля, например, в Германии? Такой контроль, конечно, есть, и этот контроль в том числе инициируется самими владельцами или эксплуататорами данных заводов. Первое, наверное, самое важное, что контролируют, это при каждом заводе существует лаборатория, которая существует входной контроль материала, который приняли на завод или который приехал на такой завод. Эти лаборатории, они независимые. Предприятие-эксплуататор, он никогда не возьмет в свою собственность такую лабораторию. Это связано с тем, что он хочет доказать чистоту, что приехавший материал, который он определенным образом обезвредит, что были сделаны все химические анализы, и этот анализ не фальсифицирован или как-то не изменен или не занижены какие-либо другие показатели. Это делается действительно специально, это абсолютно независимая лаборатория. Как интересно, нам рассказывали тоже в Австрии, все время хочется сравнивать разный опыт. Нам рассказывали, что если община или там, например, экоактивисты решат перепроверить данные, они могут потребовать у государства в любой момент времени заказа альтернативной независимой экспертизы по отходам и потому, что принимается, и потому, что выходит в итоге на мусоросжигающих заводах, и государство обязано это провести. Не знаю, как будет в Российской Федерации, но очевидно совершенно, что люди будут задавать этот вопрос. Это совершенно точно. Вот такой общественный контроль это действительно очень важная история. Хотелось бы поговорить еще про логистику. Опять же, в Вене нам говорили, что они... Вот то, что заводы находятся в самой Вене, мне было понятно, потому что там достаточно серьезный промышленный пояс у Вены, и сам город, понятно, откуда приходит ТБО, и очень много металлургических предприятий. Ясно, откуда поступают отходы, которые перерабатывают. Но вот почему венские заводы, которые в Вене находятся, принимают мусор, например, опасные отходы, в том числе принимают из Греции и Болгарии, для меня было неясно, потому что мы же все время говорим о логистике и о перевозке опасных отходов. Что вы знаете об этом? Почему принимают, в том числе, и зарубежные отходы предприятия, работающие в Вене, но и также принимают зарубежные отходы предприятия, работающие в Германии, в Швейцарии и так далее. Это связано с тем, что в определенных странах нет мощностей, которые перерабатывают такие вредные и опасные отходы. Или государству невыгодно строить, потому что есть определенная точка безубыточности, ниже которой не имеет смысла, экономического смысла строить такой завод. Поэтому такие предприятия, в том числе из Греции, готовы там две с половиной тысячи километров ввести вредные и опасные отходы, чтобы их правильно переработать в Вене. Есть, также существует у них и приоритетность, потому что завод был построен под венские или под австрийские вредные и опасные отходы. И они в первую очередь принимают, конечно, свои национальные отходы, и потом на все остающиеся мощности, которые были не загружены, они принимают западные отходы. То есть нужно сначала связаться с заводом, узнать, примут они или не примут, и потом уже вести свои отходы. Да, это однозначно, это делается заранее, это каждый производитель отходов, он знает, когда у него накопится транспортируемое количество отходов, он делает заявку, что он готов поставить эти отходы, и ему завод говорит, что эти отходы могут привезены к нему в определенный день или в определенный период, в связи с тем, что нужно разработать определенный микс, чтобы завод работал оптимально. Да, вот у нас был разговор, наверное, с этого все началось, разговор с торговым представителем России в Швеции, у нас здесь есть отделение Икеи, они все приезжали, и он рассказывал, как в Швеции устроено строительство, тогда мы говорили о полигонах, и мусороперерабатывающих заводах, он говорил, что каждый муниципалитет сам принимает решение, что они строят, какой они мусор принимают, и по какой цене они его принимают, и поэтому бывает выгоднее, например, мы уже теперь не в Австрию, и Германию говорим, а из Германии в Швецию транспортировать, например, мусор на полигоны, потому что в некоторых муниципалитетах Швеции тариф ниже, чем в Германии, и выгоднее его ввести. Вот это интересно, что муниципалитет принимает решение, да, как в Германии это устроено, о строительстве мусоросжигающих заводов, кто принимает решение? Есть несколько вариантов развития данного бизнеса. Есть некоторые предприятия частного сектора, которые работают в данном бизнесе, есть также государственные предприятия или коммуны, общины. Как один из примеров, в северо-центральной части Германии одна община в связи с тем, что у них был кризис отраслей их региональной приняло решение построить мусоросжигающий завод сначала. Народ действительно как бы был против, но они сделали все открыто, община сама принимала решение, можно было в любой момент зайти и посмотреть все документы. Они построили первый завод и к ним потянулось очень большое количество запросов на строительство следующего завода, следующего завода. Через 20 лет они построили две линии вредных и опасных отходов. Сейчас они планируют еще две таких линии построить. В следующий момент это предприятие, это коммунальное предприятие, община, имеет оборот 160 миллионов евро. Оно принадлежит общине? Оно принадлежит общине. Вот это интересный опыт. Нам только предстоит его еще изучить. Я благодарю вас за подробные комментарии. Надеюсь, что вы будете на связи, и мы сможем получать эти комментарии в дальнейшем, потому что все-таки строительство завода обсуждается, и технологии, которые представляются, тоже очень важно, чтобы понимало их население, ну, хотя бы профессиональная часть его. Марина Ипатова-Аронт, руководитель отдела продаж компании Ошетс Энерджи и Инраймонд, была у нас в студии. Меня зовут Светлана Занько. Всем хорошего дня. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова